Вы бы смогли сохранить душевное спокойствие, если бы увидели, что рядом с вами гуляет кот с дыркой в животе? Ну действительно, ведь похоже на дырку, правда? Да, это всего лишь причудо-окраски, но те несколько секунд, пока вы будете это понимать, успеют вас шокировать! Ночью решаешь проверить камеры видеонаблюдения, глянуть, всё ли в порядке. А там твоя любимая собачка косплеит зомби среди ночи! И сразу спать перехотелось почему-то... Заходит хозяйка в комнату и видит, что у её собачки вся пасть в крови! Ужас! Кошмар! Где кишки и расчленёнка? А нет, собачка просто полакомилась помадой. Фух, ну ладно, только принесите валерьянку! Привет, с вами канал Фактория! Глядя на этого кота, начинает казаться, что с его лапами что-то сильно не так. Ну или как минимум кажется, что он застрял, но он так просто развлекается. И чего глупые люди переживают? Любой владелец собаки похолодеет, если увидит своего питомца вот в такой позе! Ну а что поделать, если псу так спать удобно? Если у вас живёт две очень похожих собаки, то нужно постоянно держать это в голове. Иначе постоянно будете зависать, пытаясь понять, как же собака могла принять такую позу! Владелец отвёз своего любимца на стрижку, откуда ему прислали вот такую фотографию. Пару секунд бедный человек думал, что из его собачки решили сделать чучело, и только потом он понял, что у грумера нет части руки. Спускаешься спокойно по лестнице, не ожидаешь никаких неприятностей. Но тут ступенька начинает шипеть, сарапаться и убегать! Кто ж знал, что там кот сидит в засаде, прикидываясь ковриком! Нет, он не умер. Он спит. И, честно говоря, даже немного завидно. Это же надо уметь так полностью отдаваться процессу просмотра сновидений. Если у вас тоже есть весёлые и интересные фотографии, присылайте их по ссылкам в описании. О, ужас! Что за трагедия здесь произошла? Бедный щеночек! Так-так, похоже, что единственная трагедия, которая здесь случилась, это щенок, который объелся ягод. Хотя несчастным он явно не выглядит. Дотрагиваешься до обычного листочка, а части от него начинают прыгать в разные стороны. И всё, прощайте 20 метров любимых нервных клеток, тех самых, которые не восстанавливаются. Угораздило ведь лягушек устроить совещание именно на этом листочке. Только на секунду представьте такую картину. Заходите в комнату, а ваша собака лежит без движения с пеной у рта. Успели ощутить панику? А теперь расслабьтесь, пёс просто заснул с салфеткой во рту. Вот все говорят, что кошечки такие милые, добрые и пушистые, но когда за ними не наблюдают, открывается их истинная суть. Они настоящие порождения ужаса и кошмара. Ну, по крайней мере, при правильной подсветке. Думаете, что этой кошке плохо? Неа, ей хорошо. Действительно, с чего должно быть плохо спать на хозяйских вещах? Да, с этим котом тоже всё хорошо. Хотя верится в это действительно с трудом. Он больше похож на тряпочку, которую свернули и повесили сушиться на окошко. При выезде на природу будьте готовы к тому, что ваш пёс может превратиться в бревно. Причём в распиленное бревно. Так что если вдруг увидите нечто подобное, не слишком пугайтесь. Только представьте, скрежет, грохот, непонятное шуршание. И, наконец, у вас из стены появляется... Появляется черепаха! Нет, это, конечно, не очень страшно, но уж точно неожиданно. Интересно, каково это узнать, что твой котик — это не просто милый и пушистый любимец, а настоящее исчадие ада, извергающее из пасти пламя? Точно вам говорю, исчадие, потому что нормальные милые котики-гирлянды не жуют! Кто ты, двухголовое чудовище со второй пастью под хвостом? Вот только не надо прикидываться обычной кошкой, пожалуйста! Вот так прыгаешь на свою любимую кровать к своим любимым маленьким подушечкам, а одна из них начинает сопротивляться, визжать и пытаться убежать! Так и инфаркт получить можно! Хотя, с другой стороны, незачем было покупать подушки, похожие на собаку. Ну подумаешь, ну выросла у собаки вторая голова на животе. Зато вот, уже мячик готова приносить! Правда, и кормить такую собаку придется в два раза больше, это, конечно, не очень выгодно. Ну все, теперь меня бесполезно разубеждать в существовании собаки-баскервиллей. Ну а что, хотите сказать, что вы бы остались бесстрашными и спокойными при встрече с такой собачкой на улице? Заходите в комнату, а у вашего кота, ну, как бы это сказать, лапа отвалилась? Лежит себе спокойненько рядышком на коврике, и только через 10 секунд вы понимаете, что это на самом деле не лапа. Ну, казалось бы, корова – это такое милое животное, но как ее бояться-то можно? Ну, а когда видишь корову на крыше, вы знаете, я бы испугался, как минимум того, что она на меня свалится! Это так мило, когда собака приносит хозяину свои находки, чтобы похвастаться, но вот что-то мне кажется, что человек был совершенно не рад, когда собака принесла ему куколку-жука-носорога, которую выкопала в саду. Что, неужели трагедия? Неужели котика переехала машина? Да нет, конечно же, этот пушистый засранец просто дрыхнет в тенечке под капотом и наслаждается видом перепуганных людей. Вы знаете, какая трагедия случилась на этой кухне? На самом деле это ужасная трагедия для хозяйки, потому что этот наглый котейка рассыпал всю сушеную паприку по полу и решил, что будет весело в ней поваляться. Есть такая верная примета, если ваш хорек выглядит так, будто бы он только что сломался, значит он спит. Оставьте его в покое. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо! Ну а я продолжаю. А вы бы заволновались, если бы у вашей собаки отвалился хвост? Но это потом вы поняли, что это не хвост, а игрушка для кошки, но сначала ведь испугались бы, правда? С этим псом все в полном порядке, просто он уверен, что именно так нужно сидеть в машине. Его хозяин уже привык, а вот посторонние люди все еще пугаются, увидев эту картину. Только представьте, заходите вы в туалет по зову природы. Собираетесь вернуть на законное место шорты, но из них на вас смотрят два злобных желтых глаза. Мне кажется, это достойный повод задержаться в туалете подольше. Нет, у этой собачки не раздуло голову. Это просто кто-то додумался подарить хозяйке подушку с фотографией ее питомца. В общем, это был яркий пример неудачного подарка. Заходишь ночью на кухню, водички попить, холодильник проведать, но понимаешь, что в данный момент твои пять кошек проводят ревизию оставшихся продуктов, и лучше им не мешать. Целее будешь. Упс, кажется, у вашей кошки хвост отвалился. Хотя нет, это просто маркер на полу валяется. Ну подумаешь, показалось. Если вдруг с потолка слышатся странные звуки и грохот, вы, главное, не пугайтесь. Это просто ваша кошечка прогрызает себе путь на волю. С этой мышью все в полном порядке, она просто спит. Ну да, вот так вот спит кверху лапками. Хозяин этого пса был в ужасе. Он думал, что его любимец подрался с другими собаками. А потом он заметил в шерсти семена и понял, что его отважный собакин победил грядку с помидорами. Этот ворон просто-напросто моргнул, когда его фотографировали. И вообще непонятно с чего, вдруг фотограф начал испуганно зираться по сторонам и бормотать что-то про темные силы. Кто, ну кто додумался делать ковры такого же цвета, как колючки у ежиков? Вы вообще когда-нибудь наступали на ежика просто потому, что его не заметили? Мой вам совет. Не пробуйте. Вы бы испугались, заметив тигра в городе? Я бы точно занервничал. Эм, впрочем, поняв, что это просто собака такого размера, я бы тоже спокойнее не стал. Если у вашего коврика внезапно появилась пара горящих глаз, это еще не повод нервничать. Но это достаточно веский повод подумать, как к вам в дом могли попасть различные животные. Как вы будете реагировать, если ваш любимый пес принесет вам часть человеческой ноги в кроссовке? Если бы через пару минут не прибежал сосед с жалобами, что собака украла часть украшений для Хэллоуина, пришлось бы отправляться на поиски владельца этой ноги. Если у вашего кота внезапно образовалось две головы, это же прекрасно. Это в два раза больше усов и мурчальников. Все знают, что кошки – это засадные хищники. Но как-то не ожидаешь, что они будут сидеть в засаде у тебя над дверью. Охранная система для дома типа сторожевой пес поднялась на новую высоту. Ну, в прямом смысле. Теперь пес наблюдает за окрестностями с крыши дома. Есть только одна проблема – самостоятельно оттуда спуститься он не может. Ух ты, какой милый козлик! А можно ко мне ближе не подходить? А то я что-то внезапно вспомнил, что я боюсь коз. Не, ну не всех, конечно. Только тех, у кого четыре рога и больше. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои уморительные фото. Все ссылки в описании под видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok